Девушки отдыхают 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 Один тот, Дерек, с одним из сердца. И еще один факт для правительственной медицины. Они убили его. Что? Что? Кеннумол. Что случилось? Я пришел к покупке. В кухне лежат еще в магазине. Я пришел в кухне. И он лежит на земле. И она была закрыта. Она закрыта. Но не закрыта. И другие двери, я имею в виду, и вот эта дверь была закрыта. Все закрыта. И еще и дверь. И дверь. Без маккопа. Без маккопа. Единственная дверь была вверх. Или он был вверх. Он был вверх. Он был вверх. а Pulкопа. Без Маккопу был вверх. Зарайкнесс. Я могу вас позвонить. Я вам скажу. Должна ли я это делать? Нет. Нет, нет. Скажите нам и другое. Манди Валдхаус. Вы будете вас знакомы. Добрый день, Криминал-Полица. Мы бы хотели с Манди Валдхаус поговорить. Да, она не есть. Она находится в Уни. Ах, она студия? Да. Мы говорим о молодой женщине в Уни. Да, она привезет ее и обезет ее. Ага. И кто из семьи в Уни? Ваши. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Вдруг? Вдруг? Парад на полицейский? Да! Скажите, я тоже прийду. И я еще много работы на странице. Скажите, что он сказал? Он пришел. Скажите. Скажите, что это женщина на фотографии? Это моя девушка. Вдруг? Нет, после этого. В два года. Однажды она удивилась. Это была ваша идея. Кто-то фотографировал ее, как она может выглядеть, если у него не было уничтожено. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 д過去 ДimaTorzok Тогда у меня есть тюр, и я тебя сделал. Ах, да. Всё, тогда. Гутаю, мои Herren в Балтусе. Гутаю. В чем я делаю это? Я Дэрик, я имею в виду Морд-Комиссию. Это мой коллега, Herr Klein. У меня есть мужчина, который мы знаем. Арно Бек, который всегда был виноват с его умолчанием, Уменьшение, что мне было виноват. Компания уже в Страке? Да, это очень. Довольно. Довольно. В этом случае, мы можем неизвестить. Почему вы здесь? Мы проверим эту заявку, что она сказала, что она сказала, что если он из-за этого человека И если он уйдет, то я его уйду. Да, это да. Это говорит о том, что она сказала. Она была в прошлом году. И для тех, кто-то дает, что у него не было возможности. Я думал, что это было бы так, если бы это было бы так, если бы это было бы так, Ох, так как можно удачить его смерть. Продолжение следует... Арти! Арти! Как вы это делаете? Арти! Ну, Господи! Манди! Я буду говорить с людьми. Я уже делаю это. Не боюсь. Мне кажется, что... ...сихотя, что вы сливаете, ...мне и они не знали, ...мне и не знали, ...мне и знали, ...всихотя, ...мне истинные Смири. И мы с вами были виноваты, и мы с вами были виноваты, и мы с вами и я, отчетов, который мы не забыли. Это было у нас, Манди. Она шри, как в Тодесангст. Мы были виноваты, как мы могли. Она была в доме, в расширении, она просто поднималась. Я думаю, что мы можем. Поэтому я расскажу вам, если вы хотели поговорить с моей Точкой, если это необходимо. Скажите нам, если ваша Точкой готова, ответить вопросы. Я спрятаю, мы не будем вас квадать. Спасибо. Спасибо за понимание. Я беру вас к Тюре. Продолжение следует... Я думаю, что вы всегда есть. Я беру вас к Тюре. И я беру вас к Тюре. И вот сегодня? Да. Что вы знаете? Гибель еще что-то? Я спросил, как часто он в Тюре, как его дюйма, как его дюйма, как его дюйма и дюйма. Я дюйма, что он в Тюре, как его дюйма и дюйма. Продолжение следует... 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 Мы могли встретить нас в парке. Я часто путешествую. Да, я... Я могу сразу идти. Хорошо, что вы готовы. Ага... Убилисты, да? Что ты чувствуешь? Как в игре в игре. Каждый был первый раз. ... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Я думал, что я мог бы меня акцептировать, с которым я могу поговорить. Вы могли править. А что? Компания, или оставься, где вы были! Манди! Да? Я не знал, что Дерек позвонил. Да, я хотела поговорить. Нет, что вы приехали. Вы не сказали, что это происходит. Я не знаю, что это происходит. Я не знаю. Нет, это не нужно. Мама, пожалуйста. Ну, мы поговорим про Арно Бек. Вы слышали сейчас, что я рассказываю на этом ухом-маге, что я сказал, что я, когда я из-за этого страшного Уфа, когда я сказал, что Арно Бек, если он из-за этого умер, меня оттенка и вратится. Я говорю, что я это реально. Я представил мне много дней, как я этот мужчина устроил. И я говорю, что я чувствую себя очень хорошо. И теперь вы должны ответить, что вы должны ответить. В общем, я просто. Вы обратите Бэк? Да, я обратите его обратно. Но вы должны ответить, как вы. Вы не хотите ответить, как вы? Нет. Вы сейчас имеете в виду? Я знаю. Что вы должны ответить? Да. Если вы не скажите больше, то я никак не могу обрабатывать. Вы должны ответить? Вы должны мне примеры, что, например, Фантазия и Реалитет в вашем голове довольно разнообразили. И это не было бы, вы не сможете ответить. Нет. Нет. Вы не скажете, как вы Бэк устроили. Но вы не хотите. Нет. Вы должны выяснить, как вы. Вы должны прийти. появиться. Вы должны вернуться к нам. Вы должны узнать. Вы должны видеть, как вы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, это Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и сказал, что у меня есть молодая женщина, которую я купил. Она мне подарил ее фото. Это было фасзинительное фото. И поэтому я ответил ее телефонно, чтобы она пришла сюда. И тогда мы увидели удивление. Винтер! Я хочу, чтобы вы фотографировали меня. Так, как эта. Вы посмотрите, что не так встал. Я могу не двигаться от меня, но вы можете сделать фотографии, если бы я был нормальный человек. Фотографируйте мне мою любовь. Я вам показал. Что случилось? Что случилось? КОМЕР Продолжение следует... Mein Mann wurde hinausgebracht. In seinem Gesicht saß noch der Schock. Die nächsten Jahre würde er im Gefängnis verbringen. Und dann war da plötzlich Mandy Waldhaus im Rollstuhl. Jetzt war mir auch klar, warum so viele Reporter da waren. Mandy Waldhaus, Sie haben das Urteil gehört. Was sagen Sie dazu? Herr Beck, wollen Sie ja irgendetwas sagen? Sie ist Ihr Opfer. Haben Sie, Mandy Waldhaus, nicht irgendetwas zu sagen? Was soll ich ihr sagen? Ich habe es doch immer wieder gesagt. Es tut mir leid. Mehr kann ich doch nicht sagen, als dass es mir furchtbar leid trot. Wollen Sie jetzt vielleicht dazu irgendetwas sagen? Ich müsste etwas näher kommen. Haben Sie gehört? Die Mandy Waldhaus will mit Ihnen sprechen. Sie möchte Ihnen etwas sagen. Erlauben Sie. Wenn Sie aus dem Gefängnis herauskommen, werde ich Sie umbringen. Was hat Sie gesagt? Wir haben es im Kasten. Und was Sie im Kasten hatten, stand am nächsten Tag in der Zeitung. Wenn Arno Beck aus dem Gefängnis kommt, wird Mandy Waldhaus ihn umbringen. Sagen Sie, dieses Band, wie kommt man an dieses Band? Überhaupt nicht. Ihr Vater hat es dem Reporter abgekauft. Für eine Summe, über die nicht gesprochen wird. Aber sie hat es mir dann selber gesagt, als sie mich einmal besucht hat. Was? Sie war hier? Hier? Hier in diesem Haus? Ja, hier in diesem Haus. Guten Tag, dürfen wir reinkommen? Vielen Dank. Dürfen wir uns setzen? Dankeschön. Wie geht es Ihrem Mann? Nicht besonders. Er lebt in einer Gefängniszelle. Wie soll es ihm da gehen? Ich habe mich erkundigt. Ich höre, es geht ihm gut. Er liest viel. Man hat dort eine gute Bücherei. Er bildet sich fort. Er ist Mitglied im Schachclub. Und Sie besuchen ihn regelmäßig. Wenn Sie erst bald wieder tun, soll ich Ihnen Grüße bestellen? Nein. Ich habe hier Fotos, die Sie ihm zeigen sollen. Damit er Sie sich in aller Ruhe ansehen kann. Sind Sie das? Ja, das bin ich. Es sind alte Fotos. Nein, es sind neue. Ich habe sie gerade machen lassen. Gefallen Sie Ihnen? Ich verstehe nicht. Wie hat man die denn gemacht? Es war nicht einfach. Ich wollte Fotos von mir, auf denen man sehen kann, wie man aussieht, wenn man nicht von einem betrunkenen Verbrecher überfahren wird. Sie sollen ihm die Fotos zeigen. Damit es ihm vielleicht ein bisschen weniger gut geht. Was will die Frau denn noch? Was geht denn doch im Gefängnis? Reicht denn das nicht? Hinsetzen. Die Schwierigkeiten mit der Versicherung, die betreuen doch. Kriegen Sie heraus, wie? Sie sagt, sie hat es getan, aber sie hat es nicht getan. Nicht sie selber. Zwei, die in Frage kommen. Der Fahrer natürlich. Und ihr Vater. Sie weiß, wer es ist. Aber sie will zwei Dinge auf einmal, nicht? Sie will, dass es herauskommt, wie es ist. Und sie will, dass es nicht herauskommt. Und dann gibt es noch was, was wir nicht wissen. Der Dirk ist gekommen. Der will dich sprechen. Ich habe ihm gesagt, dass du dich nicht wohlfühlst. Mandy. Was soll ich denn machen, Mama? Ich glaube, es ist gut, ihn wegzuschicken. Wenn er ihn jetzt wegschicken, dann kommt er morgen oder übermorgen. Er wird immer wieder kommen. Also lass ihn kommen. Er ist schon da. Herr Dirk, ich empfinde es immer noch als eine Unhöflichkeit, nicht aufzustehen, um jemanden zu begrüßen. Ich frage mich, wann das endlich aufhört. Danke, Mama. Nehmen Sie sich doch einen Stuhl. So. In was für einer Situation sind wir beide jetzt? Also, ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir mehr Sorgen um Ihre Situation mache, als um die meine. Vielleicht erfahre ich dann endlich, in was für einer Situation ich bin. Kann es sein, dass Sie auf der Flucht sind und nicht wissen, wohin? Zuerst einmal flüchte ich in meinen Rollstuhl. Dann fühle ich mich sicherer. So, wir wollen jetzt also einen Mord aufklären. Also, ich war im Bad, ich habe geduscht. Doch, das geht. Ich habe extra einen zweiten Rollstuhl, mit dem ich unter die Dusche rollen kann. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Он был уничтожен и с полной Пенсионой. Я вдруг понял, что мой папа все время с нами с ним. Понимаете? Мне. Мне. И я попросил вас, это точно. Мой папа приходит. Meine Mutter wird ihn angerufen haben. Sie ist schon wieder. Haben Sie nicht schon genug Grundruhung in die Familie gebracht? Nein, Papa. Diesmal bin ich es. Du, wie küsstest du das? Ich habe Herrn Dariq gerade erzählt, dass wir Arno Beckers zum Gefängnis abgeholt haben. Was sagst du da? Na ja, Sie waren zusammen mit Ihrer Tochter und deren Pfarrer, Herrn Grosser, waren Sie Zeuge, wie Arno Beck aus dem Gefängnis entlassen wurde. Na und? Was ist denn daran so interessant? Sie haben sich mit Frau Beck unterhalten. Ja, das habe ich. Es hat sich gewundert, uns zu sehen. Ich wollte nur klarmachen, dass die Sache mit dem Mann für uns noch nicht beendet ist. Und? Als Arno Beck aus dem Gefängnis kam. Keine gute Entfernung. Ja, keine gute Entfernung. Ja, keine gute Entfernung. Und dann hast du... Ja, dann habe ich gegen das Handschuhfach geschlagen. Na und? Im Handschuhfach war eine Pistole. Mann, wie. Kann ich mit meiner Tochter allein sprechen? Nicht, Sir, wie. Kommt. Andi, ist dir... Ist dir klar, was du gesagt hast? Hat dir der Kriminalbeamte etwas eingeredet? Nein! Andi! Der Mann sucht einen Mörder. Suchst du ihn auch? Suchst du ihn auch? Ja, Papa. Nein, nein. Herr Berling! Sie haben da etwas gehört, was Sie möglicherweise zu einer falschen Deutung veranlassen könnte. Ja, im ersten Augenblick habe ich den Mann gesehen und ich habe gewusst, eine Pistole ist im Handschuhfach. Ich dachte mir, ich könnte die Pistole nehmen und auf den Mann schießen, aber mein Verstand hat mir gesagt, dass die Entfernung zu groß ist. Auf jeden Fall ist der Mann zu seiner Frau ins Auto gestiegen und ist gesund und lebendig wieder weggefahren. Na, dann ist die Sache ja ganz einfach. Zeigen Sie uns die Pistole. Wir können ihm Handumdrehen feststellen, ob es die Tatwaffe ist. Da müsste ich erst den Grosser fragen. Er hat hier Autoschlüssel. Soll ich ihn holen? Nein, nein, das machst du nicht. Grosser? Ja? Hier wird nach der Pistole gefragt, die Sie im Handschuhfach Ihres Wagens haben. Man möchte sie sehen. Ich habe keine Pistole. Achso, Sie haben sie mir doch selber gezeigt. Ich habe sie doch selbst gesehen. Ja, man hat es mir angeboten, ich sollte sie kaufen, aber ich habe sie zurückgegeben. Ich hätte mich um einen Waffenschein bemühen müssen, den ich sicher nicht bekommen hätte. Und jahrelang war ich der Ansicht, dass im Handschuhfach eine Pistole liegt. Ja, es schien Sie zu beruhigen, also sagte ich es Ihnen nicht. Ja, aber dann ist doch alles okay. Dann brauchen wir uns nicht weiter zu unterhalten. Äh, einverstanden? Nein, ich sollte noch etwas erzählen, was bis jetzt niemand weiß. Vor ein paar Tagen, ich saß in meinem Zimmer, ich wollte gerade zur Uni, da klingelte das Telefon. Ja? Wer ist denn da? Ich bin es. Arnold Beck. Legen Sie nicht auf. Bitte. Bitte, legen Sie nicht auf. Was wollen Sie? Ich möchte mit Ihnen sprechen. Geben Sie mir ein paar Minuten Zeit. Ich will aber nicht mit Ihnen sprechen. Gehen Sie zum Teufel! Da bin ich allerdings. Gehen Sie mir ein paar Minuten Zeit. Ich weiß, dass Sie jetzt zur Uni fahren wollen. Ihr Fahrer steht ja schon draußen. Woher wissen Sie das? Ich stehe mit meinem Wagen vor Ihrer Tür. Seit Tagen sehe ich, wie Sie in den Wagen getragen werden. Aber erst jetzt rufe ich Sie an, aus meinem Wagen heraus. Und ich bitte darum, dass Sie mit mir sprechen. Nein, Gosser, bring mich jetzt zur Uni. Fahren Sie weg! Der war vor unserer Tür. Wann war das? Am Morgen des Tages, als er erschossen wurde. Bitte, ich freue mich! Aber ich höre diesen Morgen kämpfe! Продолжение следует... 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 Я не могу. И я знаю, что это не будет. Не будет. Ты не сможешь. Ни больше. Как это было? Вы меня помогли? Я помогу? Вы ожидаете, что я из меня и помогу вам на руке? Я помогу это? Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я не могла уйти и уйти. Я был еще в обучении, но не в том числе. Я хотела звонить дома и сказать, что я был пригласен к человеку. Кто-то, кто мне вернулся. Потом ты рассказал мне, что Арно Бек потерялся. И что он потерял в его дом. Кто-то это? Спасибо, Коса, что вы пытались, мне помогли. Я нашел этот человек. Я знаю. И как это выглядит, все было все... ...всех. Вы должны это понимать. Нет. Мне очень больно. Но нет. Я... ...манди. Папа... ... 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